9 лет назад здесь, на Кирово-39, произошел крупный пожар, который лишил единственного жилья семьей из трех человек. Сегодня от двухкомнатной квартиры площадью 43 квадрата остались только воспоминания. А еще штампа прописки. По штампу регистрации в паспорте супруги Лахтионовы с сыном до сих пор живут на пепелище. По факту, малосемейки в переулке Минжинского. Одна комната и кухня с туалетом, где бегают мыши. Это самый лучший вариант из того, что предложила погорельцам администрация города. Я встала ночью, у меня мышь подбежала к дверям, как она еще не выскочила. И вот, я ее закрыла на ночь, и она мне все обглодала. Придется снова делать ремонт. Делать ремонт в этой лачуге Лахтионовым не привыкать. Когда семья заехала сюда после долгих мытарств, пришлось не только бороться с блохами. После последних постояльцев квартира нуждалась в полном обновлении. Проблему с отсутствием горячей воды в доме Лахтионовы тоже решали сами. За свой счет установили водонагреватель и душевую кабинку. Хотелось бы налаживать быт, жить как бы в постоянном жилье, а не то, что временное. Что-то делать, ремонт делать, хотя бы что-то купить, поменять те же окна. Но это временное жилье, и как бы неохота сюда вкладываться. Еще в 2015 году Котловский городской суд обязал администрацию города предоставить семье отдельную квартиру площадью не менее 36 квадратных метров по договору социального найма. Срок исполнения постановления судебных приставов не раз переносились. За семь лет, что Лахтионовы пытаются добиться пусть небольшого, но постоянного жилья, сын уже вырос и успел ослужить в армии. Его спальное место – в кухне на диване. Вот одно из последних постановлений судебных приставов. От 17 марта в нем новый срок решения исполнения суда – 31 мая этого года. Вряд ли администрация города сможет за столь короткое время найти свободное благоустроенное жилье. А значит, Лахтионовым вновь придется продлевать временную регистрацию. За ней исполнение судебного решения в 2016 году администрация Котлоса уже платила административный штраф. Но есть и уголовная ответственность. Наказание по статье 315 УК РФ в том числе предусматривает лишение свободы до двух лет. Также через суд от муниципалитета можно добиться и выплаты компенсации взамен предоставляемого жилья. В судебной практике такие прецеденты уже случались, причем в пользу заявителей погорельцев.